МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Новые дома культуры и ФАПы. Как реализуют послания главы Чувашии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пианист-виртуоз, известный музыкант Арсений Тарасевич Николаев провел мастер-класс в Чубаксарах. Поймай волну! Сегодня празднуется Всемирный день радио. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. В медиа-центре уже прошли первые мероприятия. Официально форум стартует 14 февраля. В Сочи находится большая делегация из Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Михаил Игнатьев примет участие в деловом завтраке, пич-сессиях. Кроме этого участников ждут панельные дискуссии, посещение выставок, деловые встречи, заключение соглашений о сотрудничестве. Как ожидается, в форуме примет участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Напомним, российский инвестиционный форум 2019 пройдет в городе Сочи с 14 по 15 февраля. В 2019-м в республике откроют 28 ФАПов и ведут в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья. Это реализация послания главы Чувашии в цифрах. Что еще планируют сделать республиканские власти, обсуждали на очередном заседании кабинета министров. В ближайший месяц в регионе должен заработать центр «Мой бизнес», который будет работать по принципу одного окна для предпринимателей. Для дальнейшего развития экономики республики разработаны и другие меры. Увеличение производственных мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции и их загрузке с целью замещения импортной продукции и обеспечения потребностей населения высококачественной и востребованной продукции. Цифровизация альропромышленного комплекса, увеличение объемов экспорта продукции АПК, развитие их милеводства, укреплению позиций малого агробизнеса, реализация социальных и инфраструктурных проектов по устойчивому развитию сельских территорий. В области здравоохранения тоже запланирован большой объем работ. В Чебоксарах откроются многопрофильные поликлиники и новый инфекционный стационар детской горбольницы в селах ФАПы. Больше станет и передвижных медкомплексов. Дорожные отрасли, капремонт и реконструкция участков дорог. В сфере культуры, строительства сельских клубов и закупка оборудования. Повышение качества образования – еще одна важная задача. Продолжится работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей ясельного возраста. Будет создан технопарк «Ванториум» в городе Новочебоксарск, центр цифрового образования «АйТи Куб», республиканский ресурсный центр добровольчества. Председатель кабинета министров Иван Маторин поставил задачу скоординировать работу всех органов власти для реализации намеченных планов. Другой вопрос повестки дня – капремонт. В этом году на реализацию программы выделен 1 миллиард 430 миллионов рублей. Ремонт на 2019 год 207 квартирных домов на общую сумму 782,5 миллиона рублей. Также у нас в прошлом году были 86 квартирных домов дополнительно включены в программу. Потребуется оплата по этим домам на 320 миллионов. И оставшаяся сумма 327,9 миллионов. У нас в этом году сейчас как раз формируются дополнительные кроссоверчные планы по муниципальным образованиям и планируется включить дополнительные дома. Огромные средства у нас остаются на счетах, критикуются. И мы все равно принимаем программу, как вы сказали, всего на 700 миллионов. У меня предложение прямо в решение кабинета министров вам в сжатые сроки с муниципалитетом в течение месяца внести изменения и вот выйти на оптимальную цифру. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. О развитии местного самоуправления в Чувашии в стране в целом говорили в Чубаксарском филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Там прошла научно-практическая конференция. Конференция стала уже десятой по счету. Дискуссии шли на разных площадках. Семинары посвятили антикоррупционной политике в органах местного самоуправления и истории города с момента его основания. За круглым столом говорили о финансово-экономических механизмах развития территорий. В докладах на пленарных заседаниях эксперты подняли тему предстоящего юбилея столицы республики. По традиции, по итогам конференции выйдет сборник статей. Почти полтора миллиона российских девятиклассников прошли сегодня итоговое устное собеседование по русскому языку. Его ввели только в этом учебном году. Успешная сдача является обязательным условием для допуска государственной итоговой аттестации. О том, как проходило испытание Ольга Пырочкина. Одновременно на итоговое собеседование в класс заходят максимум по два ученика. Испытание устное, и они не должны мешать друг другу. Единых пунктов сдачи нет. Собеседование школьники проходят в своих же школах. Однако ведется полная аудиозапись. В вариантах по четыре задания первое чтение вслух текста, как правило, о выдающихся людях нашей страны. Илья читает про первую дипломированную русскую авиатрису Лидию Звереву. Лидия не просто пилотировала самолет. Она выполняла самые сложные фигуры высшего пилотажа. За свою недолгую, но яркую авиационную карьеру Лидия Зверева несколько раз попадала в серьезные аварии. Не зря Лидию Виссарионовну назвали королевой риска. Молодой человек признается, раньше не знал про нее. Ну, теперь я знаю даже, что такие храбрые женщины были в такие годы. Чтобы дети узнали что-то новое. Это одна из целей собеседования. Основная же проверить умение выразительно читать и пересказывать текст, рассуждать и вести монолог на заданную тему, участвовать в диалоге. Задание три. Тема три. Доброта. Это умение всегда прийти на помощь, независимо от собственных проблем и целей. Это умение помогать. Я был готов. Мне вообще это было достаточно легко, ведь я умею просто коммуницировать и общаться. Это одно из моих преимуществ. Большинство учеников посчитало собеседование несложным, а учителя полезным. Правильно выражать свои мысли устно – это одно из критерий образованного человека. Поэтому я считаю, что то, что это сделали, это очень важно. Оценивается собеседование по системе зачет-незачет. Результаты школьники узнают не позднее 19 февраля. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Мнение девятиклассников об итоговом собеседовании теперь ждут в Роспотребнадзоре. Их обязательно учтут в следующем году. Оставить свои замечания и предложения можно по телефону горячей линии. Плюс семь. Четыреста девяносто пять. Девятьсот восемьдесят четыре. Восемьдесят девять девятнадцать. Подробная информация на сайте Министерства образования Чувашия. Музей религии регионом России. В Чувашии открылось виртуальное представительство Государственного музея истории религии. Теперь чебоксарцы могут увидеть уникальные экспонаты Санкт-Петербургского музея, не выезжая за пределы республики. Благодаря вот такому мультимедийному информационно-образовательному ресурсу жители республики могут совершить виртуальный тур по музею истории религии. Познакомиться с материалами по истории той или иной конфессии из научно-исторического архива и фототеки. Всего в коллекции Петербургского музея более двухсот тысяч экспонатов. Вся эволюция религиозных представлений человечества со временных возникновения до наших дней. Представительство Чувашии тринадцатое по счету. Мы в дальнейшем хотели бы включить в этот контент информацию и данные о традиционной языческой религии чувашского народа. И по этому поводу мы будем вместе работать. Поскольку музей истории религии говорит, что данных о чувашских религиозных представлениях, их недостаточно для того, чтобы сделать полный контент, мы будем вместе работать и предоставлять информацию, которая у нас есть в музее, в республике и в других музеях России. На базе виртуального представительства будут проходить интерактивные занятия и лекции для студентов и школьников. Просто невероятное что-то, то, что сегодня открывается у нас такая выставка и гостям нашего города, и, я думаю, даже больше жителям нашего города это будет важно. Тем более, что у нас уже уделяется очень большое внимание экскурсиям со школьниками, а здесь вот на любой возраст, тем более вот с четвертого класса, когда они уже, ребята, это изучают. Виртуальное представительство Государственного музея истории религии расположилось в музее вышивки. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Бахтияр, Велиев, Республика. Сразу после информационной программы «Республика» смотрите интервью с заместителем директора Государственного музея истории религии по научной работе Екатериной Тирюковой. Его музыка вдохновляет, он объездил почти весь мир и везде, где был, оставил частичку своей души. Известный пианист, потомственный музыкант Арсений Тарасевич Николаев приехал в Чебоксары с концертом и провел мастер-класс для юных музыкантов столицы. Арсений Тарасевич Николаев родился в Москве в семье музыкантов. Его бабушка – всемирно известная пианистка Татьяна Николаева. Мама тоже профессионально занималась музыкой. Казалось, что выбор профессии был определен свыше, но сначала появилось желание слушать музыку, говорит Арсений, а уж потом научиться играть самому. Моя жизнь – это то, что вызывает во мне самый глубокий эмоциональный отклик, в принципе, в жизни. Это красота, это то, что дает мне чувство соприкосновения с божественным. Арсений – выпускник Московской консерватории и лауреат многочисленных международных конкурсов. У него собственный стиль игры и исполнение. Передать частичку своего опыта он пытается ученикам. Мне, честно говоря, нравится педаль, которая вот здесь поставлена с крестиком на третьей ноте, потому что это вот как раз даст это ощущение воздушности, элегантности. Можно я попробую просто? То есть, и чуть-чуть дай себе вот эту свободу сейчас, попробую, иногда, не везде. Чулпанка Малединова играть на фортепиано мечтала с детства. Музыкальную школу пришла в 7 лет и благодаря своему старанию, желанию и трудолюбию стала лауреатом городских, республиканских и международных конкурсов. Наставление известного пианиста девочка слушала внимательно. Я, конечно, очень волновалась, но мне прям очень понравилось. Я учту его замечания. Я вот первый раз вижу такую знаменитость. Очень рада, что он мне помог. Надеюсь, что я буду играть лучше. На мастер-класс пришли не только начинающие музыканты, но и педагоги. Ольга Сумкина, музыкальный преподаватель Чулпан, отметила, что его замечания очень важны перед подготовкой к очередному конкурсу. Я считаю, что подобные встречи очень важны, обязательные для нас, для педагогов, и очень важны для ученика, потому что они дают толчок к творческому росту. Потому что даже если вроде как за такой короткий промежуток времени нельзя что-то в глобальном плане поменять, но какие-то музыкантские советы, они очень помогают. Все равно это другая точка зрения. Но, конечно, самым главным и ценным подарком для ребят стала его игра. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. 13 февраля у любителей находиться всегда на своей волне радостное событие. Планета отмечает праздник Всемирный день радио. Поздравить наших коллег. Национальное радио Чувашии и Таванрадио отправилась Юлия Важенина. В радиоэфире в основном звучат любимые песни ведущего. Он читает текст по бумажке, и на зарплату ведущего можно купить самолет. Огромное количество слухов ходит о техническом чуде Попова и о людях, которые работают на радио. И сегодня был Всемирный день радио. Национальная телевидение Чувашии решила развеять все мифы. Андрей, есть такой миф, что ведущие эфира ставят в эфир как раз только свою любимую песню. Это правда? Когда я работал в эфире, я делал исключительно так. И я ставил «Привет, Андрей». Не, на самом деле, конечно же, нет. Есть ротация, такое понятие. И вот по ней обычно линейные эфирщики работают. Вот тут такой миф, Маш, что радио слушают только в машине. Правда? Я думаю, нет. Почему? Потому что в основном национальное радио вещает в районах. И в каждом доме, не только в доме, еще в огороде, там во дворе везде-везде радиоприемники звучат, гремят. И поэтому я не согласна с этим. Ален, есть такой миф, что радиоведущий должен только хорошо уметь говорить. Это самое главное, это единственное. Это правда? Да, это, наверное, очень важно, но не только хорошо говорить. Мне кажется, есть и другие задачи, которые должен перед собой ставить радиоведущий. Также мы пишем и делаем другие передачи. То есть это тоже занимает много времени. Очень много той работы, которую радиослушатель не видит и, наверное, не знает. Ну, он, в принципе, наверное, и не должен знать, но ее много. Есть такой миф, что радиоведущие читают только по бумажке, правда? Нет, абсолютно неправда, потому что экспромты рождаются иногда прям вот сходу. Особенно, когда это хороший гость, хорошо подготовленный. И когда ты, естественно, владеешь ситуацией, владеешь историей. Владеешь историей этого человека, потому что он тебе интересен, а ты живешь его жизнью. Есть такой миф существует о том, что на зарплату ведущего можно купить самолет. На зарплату радиоведущего, это правда? Да. Где твой самолет? Вот здесь прямо можно выйти с правой стороны. У нас есть площадка вертолетная. Но у меня, правда, не самолет, у меня вертолет. Долго ты купил на вертолет? А, я, конечно, достаточно много. Ну, и два года. За два года добился. То есть, ребята, за два года можно купить вертолет. Приходите на национальное радио. Да, ребята, приходите на национальное радио. Особенно со знанием чёрского языка. Конечно, шутки шутками, но радио – это далеко не просто пришёл, поболтал в эфире и пошёл по своим делам. Здесь, как и в любом другом СМИ, работы определённо хватает. Например, рабочий день Алена начинается в 7 утра. А с понедельника по четверг именно её голос будет всю республику. Самое главное, самое сложное – это встать. Встать с утра. Я встаю вот в 5 утра. Мальчики удивляются, почему ты встаёшь в 5 утра. Мы встаём в 6.30 утра и приезжаем одинаково, говорят мне. Ну, мы же девочки, нам надо и подготовиться, волосы уложить, собрать и так далее. Ну, мальчикам, конечно, чуть попроще, но вставать в 6.30 утра – это тоже нелегко. Каждый день, каждый будний день. В этом вся, наверное, сложность. В этом году национальное радио Чуваши отмечает юбилей – 10 лет. В преддверии этой даты нацрадио наконец-то появилось в Чебоксарах и городе-спутнике. Национальное радио «Пережесть» его работает с чувашским миром, миром чувашского языка, чтобы оно звучало, чтобы язык наш чувашский звучал как можно чаще и привлекал ещё больше людей. Мы хотим, чтобы он жил, наш язык развивался прежде всего. И если национальное радио только появилось в столице, то «Таван-радио» наоборот. С осени будет вещать не только в Чебоксарах, но и по всей республике. Здесь уже начали активно готовиться к этому событию, придумывают интересные программы и новый формат вещания. Прежде всего, всё-таки, больше-больше, наверное, эта работа голосом. Вот нравится мне эта работа. Не столько показать себя, вот столько, наверное, чтобы услышали твой голос, чтобы радиослушатели получили информацию. Поэтому я считаю, что за радио будущее. За радио большое будущее. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Метель, снежные заносы, гололедица и ветер до 18 метров в секунду. Такую погоду обещают синоптики в ночь на 14 февраля. МЧС объявила в Чувашии жёлтый уровень опасности. В столице ближе к вечеру начались пробки. ГИБДД предостерегает. В такую погоду возрастает риск аварий. В связи с этим водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения. Не нарушать установленный скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать рискованных манёвров. Будьте внимательны, берегите себя. Далее вас ждёт полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. В этот раз роскошная меховая выставка от компании «Вятские меха», которая проходит под лозунгом «Всё ради женщин» привезла в Щебоксары более 500 моделей. Её ассортимент впечатлит любую даму. Особое внимание стоит обратить на норковые шубы и жилетки из новой коллекции сезона 2018-2019. Можно отстегнуть длину вот таким образом. Из длинной шубы превращается в полупальтонок меховой. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчёт, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчёт, мы предоставляем скидку до 40%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха», которая проходит с 13 по 17 февраля в ДК «Трактора строителей». Эгерский бульвар 36. И совершите покупку любого норкового изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова